Впервые в Ивановской области появится медицинское учреждение, в котором смогут находиться дети с очень тяжелыми и смертельными недугами. На базе Фурмановской центральной районной больницы в следующем году откроется палеотивное отделение. Есть дети с неизлечимыми заболеваниями, и которые должны проводить, будем так говорить, свои последние дни в медицинском учреждении. А проводить на соматической койке, на которой должно осуществляться интенсивное лечение, а не пребывание, это невозможно и нерационально. Поэтому и предусмотрено открытие палеотивных коек. В регионе существует единственный хоспис при онкодиспансерии, но предназначен он только для взрослых. Дети с тяжелыми заболеваниями сейчас находятся в обычных стационарах или реанимационных отделениях. По словам чиновников, необходимость детского хосписа назрела уже давно. В прошлом году мы проводили анализ, и выяснилось, что у нас по области больше 200 детей, утерявших двигательную функцию. Это дети, которые на дому, и такой семье помощи, кроме как диспансеризации, один раз в год фактически не оказывается. Поэтому я считаю, что открытие палеотивного отделения на базе Фурмановской ЦРБ – это действительно положительный такой момент. Палеотивное отделение будет рассчитано на 10 детей, которые смогут находиться в хосписе вместе с родителями. На данный момент на месте будущего хосписа идут ремонтные работы и составляются сметы на закупку необходимого медицинского оборудования. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.